Мы в ответе за тех, кого не приручили. 12 апреля в Госдуму на рассмотрение был вынесен законопроект, разрешающий регионам принимать собственные законы по обращению с бродячими животными. То есть субъекты сами смогут выбирать, что делать с такими животными. Данная инициатива вызвала бурные споры в обществе. Многие люди выступили против возможной автаназии бездомных животных, в том числе жителей Карачаева-Черкесии. Подробнее в материале Мадина Лайпановой. С таким обращением выступили зооактивисты Черкеска после появления новости о возможном разрешении автаназии бездомных кошек и собак. Подобные обращения были записаны практически во всех регионах России. Большинство неравнодушных граждан указывают на серьезные нестыковки в поправках относительно действующего законодательства. И, конечно же, люди уверены, что в случае их принятия опасности будут подвергнуты не только бездомные животные, но и домашние питомцы, которые могут просто-напросто потеряться. А поправки в этот закон, они гласят совершенно о другом. Во-первых, очень ограничено количество мест пребывания этих животных. И потом, всем остальным гражданам запрещено категорически полностью оказывать какую-то медицинскую помощь животным, запрещено участвовать в их спасении, запрещено кормить. Даже воды нельзя налить животным по нынешним поправкам. Предлагаемые поправки отменяют положение действующего закона об ответственном обращении с животными, в основе которого лежит программа отлов, стерилизация, вакцинация, возвращение. По мнению людей, это может спровоцировать бесконтрольные массовые убийства бездомных кошек и собак. Вместо этого активисты предлагают ужесточить наказание для безответственных хозяев. К большому сожалению, животных стало очень много. В первую очередь, всё идёт от людей. И моя позиция, чтобы привлечь людей, чтобы это сделать в обязательном порядке, как бы регистрацию, чипирование всех домашних животных. Стерилизация также в это тоже входит. Новая норма закона может быть принята Госдумой уже 16 мая. В случае одобрения Карачаева-Черкесия в числе остальных регионов должна будет решить, как поступать с бездомными животными. Напомним, что в нашем регионе нет функционирующего государственного приюта для кошек и собак, а программу по отлову и стерилизации на протяжении нескольких лет осуществлял индивидуальный предприниматель Ставропольского края, который получил тендер от Управления ветеринарией республики. Всего же в 2023 году республиканское финансирование для решения проблемы бездомных животных было увеличено в два раза и составило 4 миллиона 700 тысяч рублей. Редактор субтитров А.Семкин